Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня, как всегда, мы с вами говорим о том, как живут и работают люди в городском округе Люберцы и как отдыхают, потому что тема культуры, безусловно, тоже волнует многих из вас. Тем более, что сейчас есть определенные сложности, такой плавный переход от пандемийного периода в период, вроде бы, возвращения культуры на большие экраны и в залы, но пока все это происходит медленно. Тем не менее, люди творческие продолжают заниматься своей работой и готовят для нас новые сюрпризы. И за некоторые сюрпризы настолько заметны, что становятся, скажем так, номинантами на премию нашей Подмосковья, премию губернатора нашей Московской области. И сегодня у нас здесь в студии руководитель музыкального проекта «Гамбит» Роман Бобров, а также солист и музыкант, участник этого проекта Павел Перемузов. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Вот, я сразу же скажу, что во второй части к нам подойдет и еще один представитель вашего коллектива. Ну, давайте сразу же начнем, что такое музыкальный проект «Гамбит». Название вроде бы такое ассоциируется с шахматами, с одной стороны, да, с другой стороны музыкальный проект. Я знаю, что вы люди профессиональные, так что рассказывайте. Музыкальный проект «Гамбит» – это такой вот музыкально-патриотический, так скажем, проект, потому что он, в общем-то, зародился как инициатива артистов музыкальных театров в начале буквально этого года. И, в общем-то, своей целью он ставит разговор на музыкальном языке, разговор, естественно, о… Музыкальный разговор на музыкальном языке, да. Да, да, о важных, о нужных вещах, о тех, о которых, которые, к сожалению, пропадают зачастую сейчас, к сожалению, из шоу-бизнеса выпадают, пропадают с эстрады. Поэтому, соответственно, вот возникла такая идея, такая мысль все-таки продолжать некую такую линию, которая была, и, к сожалению, сейчас она таким редким пунктиром почему-то идет. Нам осталось только назвать, что же это за линия такая, которая, как вы считаете, пропала современно. Ну, мы говорим о любви к родине, мы говорим о важных, о нужных, порой забытых профессиях. Вот, в частности, мы написали песню «Светлые ангелы», которая была посвящена медикам, поскольку сейчас как раз в этот период они оказались, ну, несколько недооцененными, что ли. То есть люди, которые действительно совершали героические подвиги, вещи, которые, в общем-то, они находятся на передовой, сейчас оказались на передовой в связи с вот этой вот пандемией. То есть вы, давайте так, чтобы наши зрители понимали, вот это вообще в каком музыкальном направлении все это происходит? Это поп-рок. Поп-рок, поп-рок. То есть вы решили в поп-рок вернуть, скажем так, да, некую патриотическую музыкальную... Это идеология или что это? Да, потому что вот если сейчас посмотреть на большинство таких, так скажем, молодежных социальных сетей, да, то мы увидим, что там зачастую присутствуют, ну, основные направления, да, развлекательный контент, там есть много юмора, да, много смешных всяких вещей, много и там еще чего-то. Но суть заключается в том, что возникает некая такая опасность, как мне кажется, что за вот этим всем таким развлекательным очень сильно контентом, за очень много демотивирующего, так скажем, контента. А вот мотивационных вещей, которые побуждают человека на то, чтобы он приносил пользу, приносил, ну, стал лучше, да, банально, вот их мало, потому что есть опасность, что через 10-20 лет, скажем, когда поколение, которое сейчас сидит вот почти что сутками в соцсетях, оно, в общем-то, просто сядет и не будет работать, потому что в основном все хотят быть блогерами, в основном все хотят посмеяться, пошутить и так далее и тому подобное, куча розыгрышей и всего, а как будет страна работать, у вас в чем вопрос? Ну, я понимаю, да, ну, в общем, ситуация такая, что вы занимаетесь смыслами. Да. Смыслами, хорошо. Я хотел Павла подключить к нашему разговору, а почему вы решили вот так вот объединиться? Значит, ну, Роман у нас является неким знаменосцем, поэтому... Лидер. Да, он обязан как-то проецировать свои цели, интересы. Что касается лично меня, ну, мы с Ромой в дружбе уже очень давно, просто мы с ним коллеги, мне это близко. Близко та форма, которая излагается музыкально, тексты, они правильные, хорошие, они мне нравятся, и я с удовольствием этим занимаюсь. Другое дело, что я могу быть, кстати, и не согласен в каких-то вещах, у нас это все полемизируется. И в дискуссии присутствуют. Двуческие споры. Да, да, безусловно. И вот эти углы мы пытаемся нивелировать. Но все-таки я хочу сказать, что все равно присутствует вот эта проблема отцов и детей во все времена. И в середине 20 века кто-то ворчал-бурчал, что за молодежь. И я так категорически не смотрю на эти вещи, но доля сомнений и опасений у меня тоже присутствует, безусловно. Опасения, что такого происходит? Опасения, что поют только про любовь? Да нет, хорошо бы про любовь. Хорошо бы про любовь. В том-то и дело, что да, очень много контента, который направлен на... Разрушение? На разрушение, то есть когда, грубо говоря, про, не знаю, про спиртное, про еще что-то такое. То есть все вот эти вот... Ну, нас же ж могут объявить, вы позволите себе такое интересное столосчитание, в музыкальном ханженстве. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть определенная такая тенденция, опасная тенденция, которая, в общем-то, как большой бульдозер, такой вот мейнстрим, который сносит просто все, что, грубо говоря, нет противовеса этому. Это очень опасно. Павел, правильно я понимаю, что вот, скажем так, в основе этого проекта заложено некое переживание по поводу того, что, общаясь с людьми разных поколений, наблюдая за ними, что происходит, дети... Вымываются ценности, да. Да, есть ощущение, что как-то люди думают немножечко не о том. А почему эти ценности у этих людей, которые идут за нами, отлично от ваших ценностей? Кто в этом виноват? Я могу вам сказать, мои ценности в том возрастном периоде также были отличны от ценностей моих старших родственников. Так, ну, а в чем тогда страшно? Вы знаете, это, наверное, неизбежная ситуация. Ну, вот мы пришли к определенному возрасту, накопив определенный опыт жизненный, и имея профессию в руках данную, пытаемся, что... Хотя у нас ведь в основном и возникают споры, какие-то дискуссии именно поэтому. То есть я постоянно... Не слишком ли перегибать в ту сторону? Да, да, чтобы не выглядеть брюзгой и ханжой, как вы заметили. Поэтому вот эта золотая серединка, мы пытаемся ее соблюдать, потому что все-таки у нас творческий коллектив, никакого назидания, ни в коем случае, нравится, не нравится. Но все-таки главное не врать самому себе. Мы же тоже были такими и все прекрасно понимаем. Ну, да. Я так, вот, Роман, опять же подключаю, как лидера проекта, что тут же, наверное, еще работает некая музыкальная составляющая, потому что поют сегодня много, поют разные вещи. Кстати, пытаются петь вполне себе патриотические, что тоже лучше бы они не пели, потому что выглядит это не очень, мягко говоря, профессионально. То есть вы, наверное, попытались соединить и вот этот еще жанры такие, которые основные, и наполнить их неким новым смыслом. Тогда такой теперь вопрос. На кого рассчитана эта история? Услышит ли вас тот молодой слушатель, который привык слушать нечто иное сегодня? Ну, да. Это тоже одна из проблем, потому что, на мой взгляд, тоже, мне кажется, что есть определенное такое увлечение, очень значительное рэп-культурой, которая, в общем-то, представляет тоже опасность для певцов. В чем опасность рэп-ка, новый стиль. После рэпа будет какой-нибудь скэп или еще что-нибудь другое. Суть в том, что рэп-то это не пение, рэп это читка текста в ритме, а пение как такового нет. И если в итоге получается, что происходит вырождение, в принципе, музыкальной культуры, как таковой, потому что рэп можно читать под все что угодно. Не обязательно нужна тональность. Трудно спорить, потому что Роман Бавров профессиональный певец. Именно вот то, что человек может делать с помощью своего тела, своего аппарата, это то, что, как говорится, дано свыше. Но, тем не менее, рэп это тоже своя культура. Ну, иногда можно услышать тоже что-то хорошее. Общий аритм. Больше того, я в свое время сам увлекался и рэпом, и мне очень нравилось лет 14 все это. Но опасно, когда это начинает превалировать, когда этого слишком много. Когда просто везде-то всюду-то... Вот мне кажется, что в моем возрасте рэп бы не зашел только потому, что совсем какая-то такая непонятная история. То есть у нас более, может быть, музыкальности было больше. Сейчас время, когда больше, извините, такого текстового, не наполнения, а текстового звучания. Я к чему веду? Так как у нас первая часть подходит к завершению, я же сейчас стою на стороне как бы дискуссионных споров, Вы как я. Да, вот всегда важно, что идея хорошая. Всегда хочется, чтобы мы были умнее. Вы сами прекрасно понимаете, что и с возрастом, а я так понимаю, что все-таки проект рассчитан на молодежную аудиторию. То есть аудитория нашего возраста, наверное, на ура это примет, потому что многие будут с вами согласны. Но как их зацепить? Чем их зацепить? Почему? Потому что вот у вас написана миссия проекта повышения патриотизма, культивирования правильных ценностей. Как с помощью ваших музыкального проекта, ваших произведений, маленьких или больших, тут как-то вспоминаются всевозможные рок-оперы, на которых мы когда-то тоже, и там тоже не все так однозначно, если брать наши рок-оперы, советские рок-оперы, кстати, и импортные. Как вы будете подбирать эти ключи? Что самое ближайшее у вас? С чего будете начинать? Мы обращаемся, конечно, ко всем, но с одной стороны у нас есть охват, мы пытаемся работать со всеми социальными сетями. Интернет. Нам в помощь. Да. С другой стороны у нас есть, мы, в общем-то, организовали такую историю, поскольку сейчас у нас условия, все дистанционно, да, мы организовали дистанционные конкурсы, уже два конкурса даже прошло, посвященные патриотической песне. Вот эта линейка конкурсов «Ты можешь», и вот, соответственно, в рамках этих конкурсов мы попытались сделать, чтобы там была патриотическая песня, патриотический танец. Ну вот мы сейчас обязательно об этом во второй части поговорим, потому что вначале у нас была теоретическая часть, теперь будем говорить о практической. Чтобы Павла отпустить нам и познакомиться со следующим участником группы, Павел, скажите, я так понимаю, что вы один из таких жестких критиков собственного проекта, то есть внимательно следите за все, так и должно быть. Вот что вы хотите, чтобы какой-то молодой человек или девушка после вот этого выступления, после, может быть, каких-то, ну, займутых там музыкальных конкурсов, квестов, подошли и сказали вам, или написали вам, чтобы вы почувствовали, что проект состоялся? Ну, наверное, что мы искренне с ними были. То есть самое главное для того, чтобы проект состоялся настоящий, должна быть искренность. То есть вы должны ее как бы передать. Мы сейчас не обсуждаем профессиональные стороны. Ни в коем случае. Нет, именно искренность. Сейчас мы делаем небольшую паузу, мы прощаемся с солистом-музыкантом, гостем, который тоже был в сегодняшней студии. Павел Примузов нас сейчас покинет. Ну, а затем в нашу студию придет солист Захар Ковалев. А музыкальный проект «Гамбит» в лице еще также руководителя и солиста Романа Боброва по-прежнему с нами остается. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в студии представители музыкального проекта «Гамбит». Руководитель и солист Роман Бобров. Сейчас к нам присоединился еще один солист коллектива, Захар Ковалев. Но это не все. Я думаю, что Роман еще расскажет о полном составе участников. Скажу лишь, прежде чем мы продолжим наш разговор, что этот проект выдвинут на премию у нашей Подмосковья губернатора Московской области. И совсем скоро, возможно, мы и узнаем, сумеет ли этот коллектив отстоять в этой битве. Кстати, прежде чем поговорим о самом проекте, что входит, кто входит, как вы попали, как стали участниками премии? Ну, в общем-то... Вас занятили? Или вы что-то отправили? Нет, прошла информация. Опять же, через интернет мы узнали о том, что будет такая премия, будет такой конкурс, решили поучаствовать. То есть никаких просто поучаствовать? Просто поучаствовать. Ну, давайте теперь поговорим, что же такое музыкальный проект «Гамбит», кто в нем участвует, как вы объединились. Мы частично об этом поговорили. И что входит в этот музыкальный проект? Какие направления, как вам это видится? Ну, помимо Павла, помимо Захара и меня, еще входит наш замечательный музыкант, гитарист Дмитрий, прекрасный профессионал. Дмитрий, фамилия как? Дмитрий Коренев. Соответственно, все, что касается гитары, это все его стихия. Соответственно, то, что касается аранжировок, это больше лежит на мне. Плюс, ну, помимо того, что все это, естественно, весь продакшен делается на хорошей студии на московской. Вот, соответственно, то, что входит в проект, это помимо записи треков, песен, работа в соцсетях касаемо, ну, то, о чем мы говорили, да, вот привлечение. Да, привлечение аудитории. То есть, такой интерактив, это если раньше, как собирался коллектив, получается, вы же квартет, да? То есть, если раньше был квартет, и он как бы существовал сам по себе, да, вот слушайте нас, вот мы выпускаем, нравится, не нравится, да, то сейчас есть необходимость, есть некая востребованность в интерактиве. То есть, вы пытаетесь привлечь к своему, грубо говоря, если кто-то там какие-то напишет хорошие стихи, или предложит какой-то свой музыкальный материал, то он как бы становится тоже соавтором. Я так понимаю, что тоже на молодежь рассчитано, что участвовать. А как это вот можно сделать? Потому что нас сейчас могут услышать, узнать, может быть, кто-то захочет вот как-то по-новому взглянуть. Почему? Потому что о патриотизме говорят очень много, да, и почему-то формы все, которые, да, они как-то немножечко традиционные. Вы вот выбрали такую через искусство, через жанры такие. Вот как вы планируете, как вообще объявляются эти конкурсы? Какие-то, может быть, там подарки от вас, призы, не знаю. У нас есть конкурс, конкурс «Ты можешь», линейка которых я говорил. Там, соответственно, есть достаточно много номинаций, и одна из номинаций – это авторская песня. Мы, в общем-то, всегда смотрим достаточно внимательно, оцениваем конкурсантов, и, в общем-то, готовы всегда к сотрудничеству. И вы свой суперпрофессионалист в плане голоса готовы на какое-то время чуть-чуть в сторону отложить, а послушать, как человек может быть не голосом, а сердцем поет. Конечно. Авторская песня, конечно, всегда же голос, правильно? Да. Хорошо, давайте мы Захара сейчас будем подключать, а вы почему решили принимать участие в этом проекте? Как вы его видите? Ну, во-первых, с Ромой мы тоже знакомы не один год, так же, как и с Павлом. Вы знаете, чем меня привлек этот проект? Обычно такие команды, они все строятся. Вот один фронтмен есть, он поет. Он главный. Да, ну, естественно, Рома наш идейный вдохновитель, он пишет песни, делает базовые аранжировки, там, Дмитрий подключается. Но чем привлекательный для меня проект? Здесь не один певец. Здесь под каждую песню возможен свой тембр. У Романа свой тембр, у меня свой, у Павла тоже свой тембр. И вот этот симбиоз, симбиоз, он как-то меня привлек. Почему бы и нет? Тем более, тема очень благодатная. Чем ваш тогда коллектив? Вот вопрос Роману отличается от... Или это просто очередной коллектив? Чем Гамбит круче, чем все остальные? Ну, я бы не сказал, что круче. Я бы сказал, что мы, в общем-то, самобытный, как мне кажется, коллектив. То есть мы никогда не стараемся работать, как называется, под кого-то. Вот сейчас мы напишем в духе этого, а это мы споем сейчас в духе вот этого. Мы идем, как правильно Павел выразился, идем от искренности, от правды. От своей правды, которая внутри у каждого из нас есть. И пытаемся вот именно спроецировать свою точку зрения через творчество на аудиторию. То есть мы самобытны. Ну, то есть это какой-то так, поиски продолжаются, да? Как, что, как-то выстроить. В идеале, вы же к чему-то стремитесь, какая-то у вас есть главная цель, да? Как-то какой-то, может быть, глобальный концерт или, может быть, фестиваль, который вы будете каким-то образом инициировать. Что это будет? Что вы хотите, чтобы получилось на выходе, как говорят сейчас экономическим языком? На выходе? Ну, на выходе. Я думаю, что любому коллективу хотелось бы быть известными, популярными и так далее и тому подобное. Это, естественно, все присутствует, потому что... Маленькое дополнение. Знаете, когда группа становится знаменитой, когда ее песни поют, да? Но, понятно, сейчас многие песни люди просто поют именно из того контента, который нам не нравится. Но это не тот показатель. Допустим, мы воспитаны на тех старых песнях, там, Кузьмин Антонов и так далее, еще... Ну, там тоже они все прям такое патриотическое. Не все гладко. Но я просто говорю именно, к чему хотелось бы стремиться. И та золотая база музыкальная, которая была, она просто куда-то уходит. А вот скажите, у меня сейчас такой интересный вопрос возник. Как сделать песню популярной? Как сделать это? Тут, наверное, не только интерактив-то не поможет. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, интерактив тоже. Тут несколько слагаемых. То есть, с одной стороны, это должно быть, естественно, очень профессионально. Плюс там, я в плане того, что существуют же определенные техники по написанию хита. Есть определенные, вот, как сделать так, чтобы вот это вот цеплялась, грубо говоря, песня, чтобы она была шлягерной и так далее. Все эти технологии. Плюс к тому, это естественные социальные сети, работа с аудиторией. Ну, и материал, конечно, должен быть на уровне, сам творческий материал. Потому что работа может быть сделана профессионально, но она может быть немножко пустой внутри, что называется. У вас сейчас есть какие уже вот социальные сети, где вас могут найти вот люди, которые так немножко заинтересовались, новый проект, что-то такое, может быть, им интересно, куда можно зайти, где вас можно найти? У нас можно, в принципе, мы работаем со всеми соцсетями. Это и YouTube, и Facebook, и Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, а у всех соцсетях мы есть. Хорошо, а вы планируете какую-то, ну, как обычно говорят, если вы квартет, должна быть какая-то пластинка, слово-то никуда не делось? Альбом? Ну, как мне кажется, сейчас альбомы, как сказать, поскольку когда-то были кассеты, да, потом был компакт-диск и так далее, сейчас все слушают музыку отдельными треками. Можно славишку выпустить. Ну, как мне кажется, вроде бы, вот сейчас формат, который так вот устоялся, определился, это выход скорее треков, треков, да, вышел сингл, он выходит, он, соответственно, подается определенным образом, да, вот какое-то время он достаточно так плотно рекламируется, он продвигается, вышел следующий, следующий. Ну, и потом, грубо говоря, хотим еще, да, тогда коллектив вдруг начинает выпускать по 10 песен, потому что в загашничке-то было. Потому что альбом, как правило, состоял из двух-трех хитов, остальную в нагрузку. И вот это вот в нагрузку, оно вот сейчас лишнее, потому что не зацепишь, потому что была, я говорю, некий носитель, в котором вот покупаешь в нагрузку, плюс вот это вот, добить до часа. То есть сейчас, если что-то мы делаем, то делаем сразу под ключ. Да. То лучше одну песню. Хорошую. Это и лучше по трудозатратам. Это понятно. И есть сейчас такие песни у вас, работайте над ними. Да, да. Все равно же их несколько должно быть. Все равно, конечно, у нас сейчас, в данном случае... Сколько в работе? В работе сейчас 4 трека, 2 написано, 4 трека в работе, плюс, соответственно... А в каких жанрах? Ну, это все вот по кругу. Не могу спросить еще такой вопрос. На сегодняшний день вас 4 человека. Это окончательный вариант или если кто-то, ну, я имею в виду, опять же, какие-то авторы, понятно, могут появиться, да, со стороны, которые, ну, к вам тоже почувствуют, вот, этот проект, захотят поменять нам участие. А еще кто-то может в этом проекте поучаствовать, если он музыкальный проект, не просто группа, да? Возможно, возможно. То есть стучаться к вам в двери или можно постучаться к вам в двери? Можно постучаться. Понятно. Хорошо. И еще такой вопрос. Правильно я понимаю, задаю вопрос нашему сегодняшнему третьему гостю, да? Кто-то не видел, в первую часть у нас был первый гость Павел, а сейчас Захар. Скажите, а что для вас в коллективе стихи главное, стихи или музыка? Это вечный вопрос для всех музыкантов. Хотя поэты хорошо, наверное, зарабатывают на авторских правах, про них хотя бы Рау помнят. А если говорить о творческой составляющей для вас, тем более в этом проекте, в патриотическом? Знаете, должен быть симбиоз, потому что хорошие стихи при отвратительной мелизматике, ну, может, как говорится, модно сейчас не зайти, да, вот если молодому поколению, вот должна быть и музыка хорошая, и хорошая стихия. Вот когда Роман, допустим, приносит свое произведение, мы, конечно же... Можете Роману сказать, Роман, ты принес плохую песню, плохие песни. Нет, дело не в этом, мы обсуждаем. Мы просто все имеем музыкальное образование, это немножко нас, ну, я не знаю, отличает от других, может, не отличает, но мы как-то, как Павел уже говорил, к этому относимся дискуссионно. Естественно, Роман автор, никто это не оспаривает, но есть какие-то моменты, допустим, в тексте, которые подлежат какой-то дискуссии, и иногда он соглашается. Ну, нам уже надо завершать, я хочу, чтобы Роман, как Роман Балавров, как руководитель музыкального проекта «Гамбит», обратился к нашим зрителям, где вас еще раз можно найти, что вы хотели бы сказать на прощание, может, мы не коснулись какого-то важного аспекта для вас. Ну, нас можно найти, в общем-то, в интернете на данный момент. Мы, естественно, будем стараться как-то плотнее организовывать нашу концертную деятельность со временем. Вот, в общем-то, хотелось бы пожелать всем, кто нас смотрит в условиях нынешних, которые сейчас складываются, здоровья, берегите себя, это главное. И слушайте хорошую музыку. Слушайте хорошую музыку, конечно. Лидер, руководитель, солист музыкального проекта «Гамбит» Роман Бобров, а также солист-музыкант Павел Примузов в первой части, во второй части мы пообщались с Захаром Ковалевым. Мы желаем успехов всему проекту и надеемся на то, что премию «Наши Подмосковья» губератора Московской области вы все-таки получите. С вами был Николай Тельменко в проекте «Открытый диалог». Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова